Временно исполняющий обязанности губернатора Ниньского автономного округа Юрий Бездудный проверил работу поста контроля на въезде в Наринмар со стороны Зимника. Стационарный пост контроля начал работу на въезде в Наринмар с Лаевожской дороги 19 марта. Подробности далее. Как себя чувствуете? Нормально. Не кашель, не нас, ничего, все хорошо. Под мышку? Да. Медицинская сестра Наталья Лучникова выполняет стандартную процедуру. У всех въезжающих в город она записывает данные, измеряет температуру. Короткий расспрос, как чувствует себя человек, есть ли какие-нибудь симптомы, может, заболевания, насморк, кашель, еще что-нибудь. И в случае выявления температуры выше 37 градусов, значит, сообщается в лечебное учреждение. Значит, человеку говорится, чтобы он находился дома на карантине, и к нему приезжает участковый терапевт. В среднем за 12-часовую смену через медицинский пост проходит порядка 40 человек. Все данные заносятся в специальный журнал. Как много проходит машин в течение суток? По-разному. Вчера, например? Конкретно машин, где-то, может, за 12 часов человек 40 проверяется. Были ли случаи повышенной температуры? Ну, свыше 37, 37, 2, 37, 3. Ну, по человеку смену, наверное, есть. Медицинский контроль на этом участке дороги проходят не только те, кто въезжает в город Зимника, но и жители поселка Красное. Из-за этого количество осмотров увеличилось. Тем не менее, машин, которые прибывают в Зимника, наоборот, становится меньше. Те первичные признаки, которые есть, задаются вопросы и, самое главное, это измеряется температура. При выявлении повышенной температуры сообщается в ту медицинскую организацию, где пациент приписан. Ему рекомендовано добраться до дома и дома ожидать медика. И в этот же день его посещает обязательно медик. И при определенных признаках также назначает исследование. Если нет, то лечение, которое не связано с коронавирусом. Сотрудники ДПС останавливают каждое транспортное средство, въезжающее со стороны Зимника, и выясняют у водителя их маршрут. Это нужно, чтобы в случае необходимости быстро установить местонахождение потенциально опасного заболевшего. Здесь после проверки измерения температуры каждого водителя, пассажира, мы записываем адреса. Если у кого-то какие-то признаки появятся, мы сразу же их можем установить по месту их проживания, где они ночуют. Тут же приезжает водительский состав из Коми, из Сыктывкара, Кировской области. Здесь они кто в гостиницах останавливаются, кто у родственников останавливаются. По итогам рабочей поездки в Рео губернатора Нинецкого округа отметил, что в целом эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной, и действующие меры ограничительного характера на сегодняшний день позволяют удержать ситуацию, при которой случаев заражения коронавирусом в регионе нет. Но в целом, хотел бы еще раз подчеркнуть, мы ищем баланс, некий такой компромисс между ограничительными мерами и тем, чтобы экономика в регионе, она по-прежнему развивалась, чтобы эти ограничительные меры никоим образом не сказывались на экономических показателях региона. Стационарный пост контроля начал работу после того, как было подписано постановление губернатора Нинецкого округа о введении в округе режима повышенной готовности. Документ предусматривает меры, связанные с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Нинецкого автономного округа. Ольга Русул, Авлад Ткачев, Телеканал «Север».